вот теперь еще и пробую звук специально отдельно записывать все-таки звук не очень качественно когда дух идет дождь или ветер ветер хоть есть система защиты от ветра но в общем-то все равно мне хочется чтобы у вас был идеальный звук и так здравствуйте дорогие мои вы на канале приюта делал с вами народный батюшка мира и добра вам вот при святой троицы я так и знал что после ролика который я назвал виртуальные купание в святом источнике будут те кто начнет меня обвинять обвинение 2 во-первых в ереси он еретик не смотрите его мы как-нибудь разберемся что такое ересь и кого можно назвать еретиком а второе обвинение в прелести это наиболее частое обвинение которые звучит в мою сторону слушать снег падает обещали к выходным снег и вот это обвинение мы с вами можем сейчас рассмотреть поскольку его часто применяет к ко всем кто попала если к священникам меньше потому что священника трудно как бы обвинить в прелести то уж тем кто здрасте со снежком вас тоже не священников обвинить в прелести мам как говорится луком не корми некоторые прямо всех одного за другим могут обвинять в прелести сами при этом считая что они самые праведные и их прелесть не коснулась так вот смотрите мы с вами кстати почитаем эту главу потом более подробно по прелести у игнатия бренчанинова потому что на мой взгляд он наиболее качественно вот так рассказ что такое прелесть и у него этот рассказ достаточно интересно построен потому что там якобы старец разговаривает со своим учеником и ученик спрашивает старца расскажи мне подробно что такое прелесть я сейчас не буду передавать весь текст этой главы главы в аскетике и она игнатия бренчанинова но скажу коротко в ней сказано что самая большая прелесть считать себя не в прелести вот то есть самая большая прелесть считать себя не в прелести при этом перед этом сказано что в прелести находятся все то есть человека которого не в прелести практически не существует но не практически а просто не существует и мы с вами знаем что святые это отцы, понимая это, насчитывали даже до конца своей жизни в себе огромное количество грехов, и это огромное количество грехов, что они? Они в них каялись, они в них каялись. Поэтому кто-то кого-то обвинить в прелести, можно так сказать, практически не имеет права, потому что сам в прелести. И чем больше он считает, что он не в прелести, тем в большей прелести он находится. Вот такое простое, можно так сказать, объяснение того, что такое в прелести, и к тому, кто приходит и обвиняет, в том числе меня, в прелести. Разобраться в том, насколько ты в прелести, или в какой прелести, потому что, ну, самое главное в ней основа – это ложь. Прелесть – это вообще ложь. Бес сатана смутил его ложью, поэтому ложь – это и есть прелесть. Он прелестил ее чем? Что вот вы съешьте, и вы будете как боги. И вот эта ложь стала основанием прелести всего человечества, которое пошло от Адама и Евы. Мы знаем, что эта прелесть приводила к страшной, можно так сказать, состоянии людей, в которой, находясь, они вообще забывали бога. Не было вообще ни одного праведника. Вы помните Содом и Гоморру, где два города, если бы десять нашлось праведников, то есть людей вне прелести, без прелести, то бог помиловал бы эти города. Но города оказались полностью захваченными теми, кто в прелести находится. Потоп – вообще все человечество. Это уже не два города, которые вот так развратились. Ну, там сказано, почему, что они вроде стояли на пути торговом, поэтому у них много богатства было, много у них радости было, поэтому они не могли сдержаться, впали. Ну, прежде всего, в Содомею интересная такая вещь. Так вот, находящийся в прелести человечество подверглась потопу. И только Ной со своей семьей был праведником, можно так сказать, один из человечества. И Господь спас его как бы для нового человечества. Но и это не сработало. И не сработало до такой степени, что в прелести оказались первосвященники, то есть те, кто избранный народ должен был вести к Богу и быть чистыми, быть праведными. Тем не менее, они впали в такую прелесть, что когда человечество оказалось в награде опять гибели, то есть его либо опять потоп, либо еще что-то совершать, и сам Бог сходит на землю, чтобы спасти это человечество, первосвященники его не признают. Те, кто должен слышать Бога, ощущать Его в сердце, общаться с Ним, они же вообще представлялись, как те, кто общается с Богом, изо всех людей молитвы, к Нему отсылают вместе с жертвами. А что оказалось? Господь им говорит, «Вы не знаете Бога никто, вы никогда Его не видели». И они обвиняют самого Бога, Иисуса Христа, во всех смертных грехах, находясь в чем? В прелести. Вот что такое прелесть. Самые, можно так сказать, праведники находятся. А кто оказался без прелести во время Христа? Разбойник, который на кресте был праведно распят, то есть он законно был распят, он действительно совершил очень много преступлений, и вполне он мог быть распят. И вдруг, оказывается, по отношению к Богу, он не в прелести. Господь говорит, «Сегодня же будешь со мной в Царстве Небесном». Поэтому, дорогие мои, тех, кого обвиняют в прелести, я просто прошу, не обращать на это внимания. Лучше скажите, «Да, я такой». Вот, слава Богу, что человек мне напомнил об этом. Поэтому, на самом деле, напоминать себе об этом нужно каждый день. Поскольку выход из этой прелести, из прелести, или какое-то, хоть какое-то отступление от неё, даёт вам возможность, наконец-то, молиться праведной молитвой. Пока вы молитесь в прелести, все эти молитвы ничего из себя не знают, не значат. Они целую жизнь можно в безделье провести, читая молитвы, самые большие, значит, самые красивые, долго их читая, и гордясь, «Вот, как я могу это сделать!» Вон сосед мой не может, он не читает молитвы, он всё время что-то на огороде делает. Всё прелесть. Сосед на огороде растит картошку, которая будет кормить своих деток, и так далее, выполнять свой долг человеческий. И это и есть главная молитва. А ты, смотря на него, и осуждая его, что он не такой праведный, как должно бы быть, ты в прелести. Ты в прелести. И к большому сожалению, хотя это, можно так сказать, не принято говорить, я могу сказать, что все священники тоже в прелести. Все. Дух священства, который в них действует, он действует независимо от самого человека. даже у самого грешного священника может быть освящена чаша, как вот рассуждают некоторые святые отцы. Хотя я считаю, что есть некоторые грехи, которые не дают возможность проявить священство даже в священниках. это грехи, те, за которые были погублены Содом и Гаморра и все остальные. Ну ладно, это длинный спор. Поэтому самая большая прелесть у самых больших, можно так сказать, церковных чинов, которые сами утверждают, что кто-то находится в прелести. Ну, какая логика? Вот я маленький человек, который говорю, что вы в прелести. У меня один грех от того, что я обвиняю человека. А когда находящийся в прелести митрополит обвиняет остальных, что они находятся в прелести, это его уже митрополичий грех. Кто грешнее? Прихожанин или митрополит, когда грешат одним и тем же грехом? Ну, относительно, все относительно. На самом деле все у нас индивидуальное. Мы с вами осознавать должны свои грехи. И поэтому первый, можно так сказать, показатель того, что ты пытаешься выйти из прелести, а что сделал Господь? Вот Иисус Христос до Его явления прелесть и значит была генетической. То есть врожденный человек рождался с первородным грехом, который и был уже тяга его к прелести. Он тянулся к прелести. Он уже, можно так сказать, точно не мог быть без прелести, потому что сатана имел над ним власть. Поэтому праведников, ну, вообще там, за всю историю, пророки, кого-то мы считаем святым, но это же вообще единицы, которые каким образом в этой праведности оказались. это вообще. Так вот, когда человек думает, то есть первая благодатная мысль у него от Бога приходящая «ты в прелести», вот когда он думает «опа, я же в прелести». То есть что такое прелесть? Ложь. Давайте проще говорить. Меня же обманул сатана. Я же вот, я ленюсь, мало молитвы читаю, я ленюсь в храм ходить. Он меня обманул, говорит, нечего там делать, там священники негодные, там литургия не поймешь какая. Вот, я что потрачу на что время? Телевизор посмотрю. Или развлекусь, развлекусь. Вот самая главная цель прелести это убить человека. Всё, ложь это единственное оружие сатаны, которым он может убить человека. Ему не дано убивать физически, ему не дано убивать какими-то ядами, ему не дано убивать дубинкой по башке. всё сатана это не может. Он людей может ввести в прелесть и они пойдут друг на друга воевать за свою праведность. Со лжи начинаются все войны. Поэтому, дорогие мои обвинители меня в прелести, я вам скажу следующие да, да, как и все, как и вы тоже, я нахожусь в прелести. Но я хотя бы осознаю, что я грешный человек, и я пытаюсь из этих грехов выйти, и второе правильное действие человека, после осознания того, что он в прелести, это сознание от Бога даётся. Второе правильное его действие это покаяние. покаяние. Вот покаяние и есть то самое время отсутствия около вас беса, потому что бес не может терпеть покаяние человека. Для него этот человек самый значит неприятный, он сторонится этого человека. Но есть ещё одно словословие, если вы начинаете ещё и словословить, то есть понимая «Бог спаситель-то! Слава Богу за всё!» Вот в это время словословия рядом с вами сатаны нет. Он тоже не терпит словословных. Ну давайте я ещё раз вам скажу, что я обещаю, что мы почитаем главу из Аскетики Игнатия Бринчанинова о прелести и об Иисусовой молитве, потому что Иисусова молитва, одна из лекарств от прелести. А пока вот вам ещё раз наша красота. Вон уже рыбачки на месте. Они пришли с папой, вот там у них папа, многодетная кстати, семья, у них много детей, и пытаются поймать рыбку. Это вы до сюда докидываете? Ого! Ну-ка, метни! Я думаю, рыба здесь плещется, а это он так далеко бросает. и чего? Ого! О-хо-хо-хо, вот это да, о-хо-хо, я думаю рыбачки там, спасибо, ловись рыбка, для них большая и маленькая, что вот это такое, это вот по-моему генетическое такое свойство, тоже ходить на охоту, ловить рыбу, такая вот добыча. Пропитание, вот так, не хочется с вами прощаться, кто-то стекло кинул, надо его убрать, а то порежется кто-нибудь туда вот, в овраг его кинем. Не хочется с вами расставаться, хочется, чтобы вот эту радость, которая у нас продолжается, уходит тьма, приходит свет. Но тем не менее, хочется, чтобы эта радость и в вас на самом деле проявлялась, потому что самая-то главная цель человека, это прогнать тьму, тьму прелести, тьму грехов, тьму безумия. Потому что следствие прелести – это безумие. Человек в безумии может считать себя дменным. Кстати, надмение, дмение – одна из терминов таких определяющих прелесть. И обвинять всех в прелести, считая, что ну вот, ну вот его батюшка, может быть, старец его не в прелести. Или там священник, которому этот человек ходит на причастие, не в прелести, а все остальные в прелести. Хотя, честно говоря, редко у кого, кто начинает ее проявлять внешне, то есть обвинять кого-то в этой прелести, остановка бывает. То есть я уже несколько примеров имею, когда начинает прихожанин какого-то храма говорить, вот батюшка или прихожанка, у нас вот батюшка, вот как вы смотрите, правильно себя ведет или нет. Ты думаешь, ну все, началось. И сколько ни объясняй, если зацепилась вот эта ложь, то она начинает разгреваться до такой степени, что все, этот настоятель негодный, поеду к другому настоятелю, тот тоже, тот быстренько становится негодным, поеду к третьему, четвертому, начинаются вот такие хождения, езды и все такое, и уже такая праведность. У меня одна такая лет через пять приезжает от старца, я уж не буду говорить от какого старца, а он-то, а у старца там очередь тысячи людей. Хотя и старцы могут быть в прелести, и если он не считает себя в прелести, то он точно в прелести. Будете у какого-нибудь старца, спросите. Батюшка, а ты в прелести или нет? У священника можете спросить. Нет, зря я вам это сказал. Это может вас как раз ввести в прелесть. Когда он ответит, нет, я не в прелести, ты зачем это спрашиваешь? Вы скажете, ага, в прелести? И ваша прелесть умножится. Ладно, в общем, берегитесь и кайтесь, просто кайтесь. И Бог даст, к концу жизни вы что-нибудь достигнете. И за нас помолитесь, чтобы мы тоже в нашей прелести не стали дменными, наддменными, и не подумали когда-то, что мы праведники, у нас есть право кого-то обвинить в прелести. Вот так. Красота. Красота. Здоровья вам всем. Радости. Аминь. Бог с и помилуй нас.